Здравствуйте! Зачастую с нашими любимыми вещами, которые мы привыкли носить, происходят вот такие вот неприятности. Вроде бы как и дырочка-то невелика, и порвана она по шву, но так и не оденешь, поэтому надо ее зашить. Я вам предлагаю совершенно простой способ для того, чтобы устранить такую вот неприятность. Смотрите, первое-наперво, что вы должны сделать, это вывернуть футболочку наизнанку. Вы вернули. Можете погладить всю, а можете погладить непосредственно вот в этом районе, где порвалась наша футболочка. Это первонаперво, потому что если вы не очень большой специалист зашивания дырок, то когда футболка поглажена, оно легче совместить края и найти место разрыва. Потом, если вы уже кое-какие навыки имеете, то можете просто взять иголку с ниткой и начать зашивать. Если вы не очень дружите с рукоделием, но вот решили зашить сегодня футболку, вы берете линейку, обычный карандаш, ну или кусочек мыла, или кусочек мела, кто уже что придумает. Не очень сильно, но так для себя, такую небольшую шпаргалочку делаете, где мы будем шить. Вот оно, видите, все видно. Дальше. Мы берем иголку с ниткой. Подбирайте нитку максимально приближенную по цвету к футболке. Я взяла ниточку специально черного цвета, чтобы вам было хорошо видно. И начинаем шить. Шить мы начинаем немножко дальше, то есть на том месте, где еще наша футболка не порвана. Это для чего делается? Мы должны закрепить наш конец, чтобы футболочка дальше наша не шла. Даже вот здесь можно прошить, сделать несколько стежков, чтобы, вот видите, эти нитки мне мешают. Но если уже у вас есть большое сильное желание, и вы боитесь, что футболка будет распускаться дальше, вот эти кончики надо было бы завязать. Ну, а я их просто-напросто отрежу, потому что я смотрю, что вроде бы футболка моя дальше не хочет рваться. Ну, вот мы прошили тут с вами несколько стежочков, и теперь мы делаем вот что. Смотрите, мы тут шьем, вы будете брать стежки более мелкими. Ну, давайте я вам один мелкий стежок сделаю, а дальше покажу сам принцип, как оно шьется, потому что на мелком, может быть, не так хорошо видно. Вот мы берем, протыкаем, вот так, прямо по обратной стороне, и по нашей линии, которую мы с вами нарисовали. Протягиваем ниточку. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы можем делать вот сюда, вот туда, откуда у нас первый раз вышла иголка, и прокалываем вот так. Опять мы находим то место, а можете для тогда не делать, не мельчить стежки, можете протыкать вот прямо вот сюда в серединку. Ну, тогда просто не так эффектно получается. Когда мы попадаем в ту же дырочку, откуда нитка вышла, у нас получается эффект швейной машинки, как будто зашит. Вот. Ну, мы для верности будем протыкать вот здесь, по серединке каждый раз. Тогда можно, как я говорю, не очень делать мелкие стежки. Вот для чего нам нужна наша линия. Чтобы нам не отвлекаться каждый раз, не сверять, как мы идем, правильно ли мы идем или неправильно. Ну, вот мы пришли к месту нашего разрыва. Здесь мы тоже должны немножко пройти вперед, для того, чтобы, если вдруг наша вещь захочет рваться, мы ее сейчас здесь укрепим. мы сюда заходим и вот здесь мы так вот завязываем узелочек аккуратненький. Узелочек завязывается так. Мы не до конца затягиваем нитку и два раза заходим с одной стороны в эту петельку. Все. Наш узелочек никуда уже не денется. Обрезаем. Ну и смотрим результат. И вот, посмотрите, даже то, что я шила черной ниткой и делала большие такие стежочки, смотрите, как аккуратно и красиво получилось. Если вы подберете ниточку по цвету, если вы будете делать более мелкие шаги, то ваша одежда всегда будет в полном порядке. Я желаю вам приятного рукоделия, чтобы у вас все всегда получалось, чтобы одежда ваша была в порядке. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...